Меня зовут Гушу Вячеслав, я специалист по городскому озеленению. Этим направлением я уже занимаюсь давно. И есть что рассказать, по той причине, что ежегодно посещаю очень много европейских стран. Именно изучаю историю стран, изучаю ландшафтную архитектуру и садово-парковое искусство. Значит, сегодня я вас хочу познакомить с европейской концепцией озеленения городов, город-сад. На самом деле, большую часть времени горожане, они все-таки проводят внутри города. То есть, это как минимум с понедельника по пятницу и субботу-воскресенье, это уже они уезжают при наличии дачи. Значит, у нас существует классическое олейное озеленение. То есть, в городе это у нас представлено в основном липой меркалистой или кленом астролистом. И наряду с этим есть идея создать город-сад. То есть, в чем эта концепция заключается? Для того, чтобы растения в городе цвели с мая по сентябрь. Это на самом деле можно добиться всего стандартным перечнем растений, которые соответствуют природному ареалу Татарстана. То есть, они будут полностью акклиматизированы и районированы. То есть, они будут приживаться у нас в городе. Значит, в мае это у нас высаживаются растения, такие как спирея гревшайн, спирея вангутта и декоративные яблони. На самом деле, я хотел бы на каждом из них, мы сейчас дальше остановимся, В июне это сиренья. Сиренья это классическое русское растение. В июле это гортензии древовидные. И в августе и сентябре это тоже гортензии. То есть, что у нас получается? У нас получается следующее. Вот вы видите на экране это скирея гревшайн. То есть, это первое цветение после зимы. Ее ветви очень сильно усеяны вот такими цветами, белыми лепестками. И создаются впечатления, что укутаны таким снежным одеялом. Вот эти растения, они очень сильно развиты. Не развиты, а очень часто встречаются в Белгородской области. Вот я там был в прошлом году буквально. И это не такая красота. То есть, они даже дворы свои озеленяют. И этот пустарник еще часто называют майский снег. Причем это растение у нас высокорослое. То есть, оно не будет теряться в городском ландшафте. Следующее. То есть, я сразу повторюсь. С учетом 20 минут мы будем чуть-чуть быстрее двигаться, нежели... Это спирея гревшайн, спирея серая. Следующее. Декоративные яблони. На самом деле, вот именно вот эти растения, они очень сильно недооценены в городском озеленении. То есть, а фактически, они вообще не применяются в городском озеленении. Хотя, вот эти именно яблони, сорта Рудольф, Ройте, Ретабелис, Ола, они очень зимостойкие, они очень декоративные. То есть, это цветение, которое украшает город в пурпурные краски, в розовые краски, в белые краски. Это уникальные растения. Кстати, вот город Сад, этот проект, он на данный момент не на бумаге, не на слайдах, не в презентации, а уже в исполнении. Я его в прошлом году начал реализовывать в городе Альметьевск. Вот, там высажены именно яблони уже, а осенью мы высадили красиво цветущие кустарники. И получается, что это яблони, они красиво цветущие, у них красивое цветение, это новые краски. По той причине, что горожане, которые вышли, так скажем, из зимы, то есть, у нас же как? Мы, когда начинается зима, мы очень радуемся первому снегу. У нас куча эмоций, мы уходим с детьми в парки. Потом мы ждем все Нового года, Новый год проходит. Потом с 1 по 10 января. То есть, это такие семейные дни, когда мы ходим с детьми, программа «Парки и скверы». И получается то, что у нас такой промежуток возникает, когда вот это март такой, апрель, и мы ждем что-то такое от города, знаете, вот, ну, такое вот красивое. Вот, кто-нибудь был в набережных Челнах в советское время на центральных проспектах? Никогда у них высадили яблони сибирские, и они так красиво цветут. И когда я сам ходил на демонстрации с Арсом очень часто, И вы знаете, меня, как ребенка, мне в демонстрациях не в флажки нравилось ходить, а вот именно ходишь и смотришь, как цветут эти яблони. Это красота неописуемая. Вот, и самое основное, вот эти декоративные яблони, у них есть декоративные маленькие плоды. Эти плоды, они держатся до глубокой зимы. Практически они держатся до декабря. И знаете, это возникает такой эффект, когда начинают прилетать птицы, и они начинают оклевывать это. И вот там, где эти яблони растут, там детвора собираются, там устанавливают кормушки. Это такой праздник, потому что город начинает оживать, да, то есть вот эти птицы. И самое главное, здесь, знаете, еще сейчас все озадачились стилем эко, да, то есть все хотят там эко-стиле, эко-среда, эко-город и прочее. Вот как раз вот это такая, казалось бы, незатейливая операция, как просто посадить декоративную яблоню, а потом сколотить вместе с детьми со школы кормушки. Эти кормушки установить рядышком, и будут прилетать птицы. И это очень, прям, это круто. И создается уют в городе. Дальше. Сирени. На самом деле, вы, наверное, знаете, у нас был такой селекционер-самоучка, Леонид Алексеевич Колесников, то есть это тот человек, который самый известный в мире селекционер сиреней. Представляете, он вывел 300 сортов сиреней. Он был, когда, ну, уже взрослым, то есть он был шофером. Он всю жизнь занимался шофером, и помимо этого хобби у него было, это вот как раз он выводил сорта сиреней. И самое главное, у него многие, кстати, к сегодняшнему времени сохранилось, наверное, от 30 до 50 всего сортов. Все остальные, они были утрачены в советское время, к сожалению. И один из моментов, многие сорта сиреней, они находятся в мировых садах мира. То есть, например, такой сорт, как Галина Уланова, он находится в саду Букингемского дворца. Или, например, на весь мир известный сорт, это называется красавица Москвы. То есть, в любую страну, где вы не приехали, не переговорили бы с каким-то садоводом-любителем, он всегда вас скажет, что я знаю сиреней, сорт красавицы Москвы. И самое главное, вы будете удивлены, но самый крупный садовый центр в конце 19 века и в начале 20 века, он был в Казани. Он был в Казани и заведовал, это был садовый центр обрусевшего немца Альберт Карлышнеберг. То есть, мы потом в конце посмотрим слайды, это я вам сделал прайс-лист, скопировал его. Вы удивитесь, насколько сильным был маркетинг, менеджмент, производство и все, что угодно по сравнению, чем сейчас. Сейчас мы ходим на курсы за 15 тысяч, за 20, за 30, за 50, хотя всего лишь надо сходить в центральную сельскую библиотеку и взять книжку, хотя бы по садоводству. И вы посмотрите, как люди тогда продвигали свои товары. И между прочим, в царское время, это общепризнанный факт, у нас ведь в Казани находилась очень известная ярмарка, казанская ярмарка, была Нижегородская ярмарка, казанская ярмарка. И вы знаете, что всего лишь оборот наличных был всего лишь 10%, а 90% это они писали друг другу расписки. А почему они называли все своим именем? Шнейберг, Алафузов, всем известная эта мануфактура? Потому что они работали на репутацию. Их слово, они подписывали расписку, и расписку это принимали, потому что этому человеку просто доверяли. Потому что все работали на репутации. Они как сейчас, откроют ООО и сидят полгода над локотипом, думают над названием и так далее. Хотя лучше в собственный бренд вкладываться и себя как предприниматель всегда поддерживать. И на самом деле Казань раньше... Цветами бы их запахло. Да, цветами... Я говорю, если бы было 3 часа, здесь бы все пахло цветами. Вы знаете, на самом деле в садном центре Шнейберга у него было даже уникальные сорта сирени. Вот сейчас очень модный сорт такой, Мадам Лемуан. Это французский сорт. Его вывел француз Виктор Лемуан. И вот сейчас я вот вижу новые тенденции. Привезут в садовый центр. Вот у нас Мадам Лемуан. Это новинка там из Германии, из Голландии, еще что-то. Хотя это все здесь было. Вот прям в Казани. В конце 19 века. Дальше. Вот сирень. Посмотрите, да. То есть есть здесь сорта, которые выведены именно Колесниковым. Например, защитником Бреста. Кстати, он прошел всю войну. Он был даже ранен, но он отработал шофером. И при этом, при этом, когда сейчас многие предприниматели... Я уже возвращаюсь всегда к предпринимателю, потому что сам предприниматель. Вот. И когда они с какими-то трудностями сталкиваются и об этом, ну, как-то это уходит чуть ли не в транс. Человек, саморучка. Он изучал все это по книжкам, потому что у него не было доступа ни к университетам, ни к институтам. Вот, пожалуйста, Колесников. Такие сорта, как защитником Бреста. Потом Красная Москва. Красавица Москвы. Надежда. Галина Уланова. Это вообще просто на весь мир гремит. Галина Уланова. А вот это какие? А вот это все остальные, это тоже, они выведены в Европе. Например, вот я вам говорил, мадам Лемуан, да, его вывел Виктор Лемуан. Вот эти сорта. То есть вот это уникальные сорта, которые полностью растут в городе и очень себя хорошо чувствуют. И самое главное, у них очень уникальное цветение. Вот видите, с правой стороны слайд, например, бархатный такой. И представляете, да, то есть город-сад. Вы выходите в какой-то парк, сквер, сад и такая красота. Кстати, в середине 19 века садом называли в Казани любую рекреационную зону. Ее называли садом. Почему? А она действительно была садом. А парками называли только сады у дворян, у купцов каких-то. А потом уже переросло, это уже понятие общепризнанное стало, парк и в городе. А как сарта вот называлась? Как называются названия? А, вот же их все сорта. Нет, вот две фотографии. А, это? Это, скорее всего, сенсация, а это, скорее всего, Мадам Лемуана. Их, на самом деле, настолько бесчислено... У нас есть сенсация. Да? А, нет, это, кстати, она сенсация, наверное, чуть-чуть такая пурпурная, да? Это, знаете, это, наверное, чарж-жале. Я не буду гадать, лучше дальше пойдем, там еще что-то интересное. Вот, дальше, гортензия. Это красивейшее цветение вплоть до поздней осени. В Японии гортензию называют адзисай, что переводится фиолетовый солнечный цветок. А гортензия, она растет, знаете, вот такими охапками, такая вот в этот. И у нее очень большие, крупные такие цветки. Хапка? Да. Сейчас мы посмотрим докладчик Бушу Вячеслав. У меня есть инстаграм, где я очень много размещаю различных вещей именно по садоводству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова